Хлопок газовоздушной смеси в доме барачного типа произошел 28 октября 2017 года. Из четырех квартир пострадали две. Первая, в которой и случился взрыв, была уничтожена полностью. Проживавшие в ней мужчина и женщина погибли. Вторая квартира пострадала частично. Ее постоялец Павел Малюков тогда чудом избежал гибели. Тут на меня стена как завалилась, и все, и под этими руинами я лежал. Вот как кирпичи лежат, она меня все это присыпала, и все, я даже встать не мог. Власти Рубцовска обещали, что семью не оставят, помогут с жильем. Предлагали Малюкову на рассмотрение два варианта – восстановить поврежденную квартиру или предоставить новую. В качестве временного жилья предложили общежитие, но Малюкову от переезда в маневренный фонд отказались. Комната всего 20 квадратов. В итоге перезимовали у родственников, летом переехали в баню. Все это время ждали от властей города помощи. Но те, три месяца назад, рассказывают Малюковы, попросту снесли поврежденную часть их родного дома. Семье взамен ничего не дали. У нас сейчас ребенок первый класс пойдет. Нам ни спать, ни жить негде. Вообще ни места нету, ни жилья. Ну что делать нам? Прокуратура пишет, все нормально. Администрация отписывается, все нормально. Межведомственной комиссии на этот дом не было. Они незаконно это все снесли. Семья стоит в очереди на получение социального жилья. По счету 180-е. Но надежды получить его нет. С 2005 года дома в Рубцовске по социальным программам не строят. Отстоять право на получение жилья за счет городских средств в Рубцовском суде не удалось, не поддержал. Малюковы намерены обратиться в Краевой суд. Другого выхода пострадавшие не видят. Ведь скоро придут холода, а зимовать людям по-прежнему негде. Илья Кочетков, Наши новости. Выходим от Краевой.